Друзья, сегодня я подготовил очень интересную информацию для всех тех, кто переезжает в Краснодар. Для тех, кому нужна аренда недвижимости, аренда квартиры на какое-то время, либо на длительный срок. На этапе переезда многих интересует, сколько же стоит аренда квартир, потому что кто-то ждет свою новостройку, которая будет сдана через год, а кто-то просто занимается поиском недвижимости, находясь уже в Краснодаре. И сегодня у меня для вас есть актуальная информация, по какой цене можно снять квартиру в Краснодаре. За однокомнатную квартиру в Краснодаре придется отдать в среднем от 10 тысяч рублей. Столько стоит жилье в отдаленных от центра районах. Например, в микрорайоне Молодежном, на улице Черкасской или в новостройках на гидростроителей. Будьте готовы к тому, что за эти деньги мебели будет минимум или вовсе не будет. В пределах от 12 до 14 тысяч рублей можно снять маленькую квартиру в старой пятиэтажке на гидрострое или Черемушках, поселке Российском, Музыкальном, за Мегой, на улице Котлерова, Дунаевского и других. Как правило, за эти деньги предлагают небольшие квартиры. Они могут быть с неплохим ремонтом, но будут находиться на окраинах. Другой вариант – бабушкин ремонт, но более обжитые районы. В среднем цена однокомнатных квартир в популярных районах начинается от 15 тысяч рублей. За 15-18 тысяч рублей можно найти жилье в районе парка Краснодар, ФМР, ЮМР и даже в центре. Самые дорогие квартиры в фестивальном микрорайоне – Панораме и Центре. За однушки с неплохим ремонтом и техникой просят от 20 тысяч рублей. В топ дорогих также попали однушка в ЖК «Гарантия» на улице Дежинева за 20 тысяч рублей в месяц, на фестивальном за 23-25 тысяч рублей в месяц, в ЖК «Все свои» на колхозной за 23 тысячи рублей, на улице Гудимы за 22 тысячи рублей, в немецкой деревне и на Семиренко за 25 тысяч рублей. Напишите в комментариях цену аренды в вашем городе или районе. Обращаю ваше внимание, что эти цены распространяются только на долгосрочную аренду жилья, потому что иногда мои клиенты просят меня снять квартиру на один месяц, но для арендодателей это не самый выгодный вариант, и они либо завышают цену, либо предлагают снимать квартиру посуточно. Просто имейте это в виду. Низкую цену арендодатели готовы предлагать только при аренде от 2-3 месяцев и выше. Друзья, я являюсь агентом по продаже недвижимости в Краснодаре. Это могут быть дома и квартиры на вторичном рынке, а также квартиры и дома на первичном рынке от застройщика. По всем вопросам, связанным с приобретением жилья в Краснодаре, обращайтесь ко мне, все мои контакты будут в описании. Естественно, стоимость аренды квартир будет у нас зависеть от нескольких основных факторов. Это, во-первых, район, местоположение, да, и, во-вторых, состояние квартиры. Потому что кто-то сдает в удовлетворительном состоянии или вообще в плохом состоянии за небольшие деньги, а кто-то сдает квартиру с евроремонтом. Что касается локаций, то в Краснодаре сформировались определенные районы, которые являются более дорогими, более элитными и какие-то более дешевые. Но, как правило, это связано именно с инфраструктурой и с их транспортной доступностью. Двухкомнатные квартиры также пользуются популярностью, а вот трехкомнатные почти не снимают. В некоторых районах двушку можно арендовать даже дешевле, чем однушку. Все будет зависеть от ремонта и расположения. Самые дешевые варианты краснодарцы нашли на улицах Генерала Трошева, Петра Метальникова, Российской, Сосновом Бару и на Московской. Там двушку можно снять за 14-15 тысяч рублей, плюс коммунальные услуги. Чуть дороже двухкомнатные квартиры на улице Стасова, 2-й Пятилетки и возле ТЭЦ. В среднем от 17 до 20 тысяч рублей. Но будьте готовы к тому, что жилье придется снимать в хрущевках, то есть пятиэтажках. И интерьер, скорее всего, будет уставшим. А вот на улице Селезнева за квартиру со старым ремонтом иногда платят 25 тысяч рублей. Также от 25 тысяч рублей за двухкомнатную квартиру просят в фестивальном и юбилейном микрорайонах. В ЖК Панорама и на улице Мачуге. Лидером стал фестивальный микрорайон. Некоторые снимают там двушки за 32 тысячи рублей в месяц, плюс коммуналка. Напишите свое мнение по поводу цен на аренду недвижимости в Краснодаре. По сравнению с курортными городами в Краснодаре стоимость аренды квартир очень низкая, я считаю. Потому что от 10 тысяч рублей можно снять реально квартиру для проживания. Да, это будет студия, но уже с ремонтом, куда вы можете поставить свою мебель и жить какое-то время, которое вам необходимо для решения своих вопросов. При аренде квартиры вас также хотелось бы предостеречь от фейков и недобросовестных арендодателей. Потому что таких в Краснодаре тоже хватает. Друзья, спасибо за просмотр. Надеюсь, данная информация была полезна не только тем, кто собирается переезжать в Краснодар, но и тем, кто снимает квартиру, находясь в Краснодаре. Также обращаюсь ко всем, кто едет в Краснодар для постоянного места жительства, что вы можете обращаться ко мне по покупке, приобретению недвижимости и квартир, и домов. Все контакты будут в описании. Обращайтесь.